Девчий набор Лего Ах да, надо еще подготовиться Вот так в самый раз Приступим Посмотрим, что за корабль мне достался Да это же эскадренный миноносец Или эсминец Многоцелевой боевой корабль Способный выполнять самый широкий круг задач Основные из которых Противовоздушная и противолодочная оборона своих сил Хм, большой Длину примерно 57 сантиметров А водоизмещение около 5 литров Превосходные мореходные качества Да и вооружен серьезно Хм, кто же управляет этой махиной? Вот они, эти бравые моряки Экипаж нашего корабля Главный на судне, конечно, капитан Ну а помогает ему во всем Старший офицер У них белые костюмы И знаки отличия в виде звезд На черных фуражках Следующие по старшинству Офицеры Одеты они в синюю форму На фуражках знаки отличия в виде двойной галочки Ну и простые матросы Они же солдаты Одеты в синюю форму И оранжевые спасательные жилеты Головы защищают серые каски Со знаками отличия в виде полос Все вооружены разными винтовками Да, ребята, конечно, бравые Но более странных матросов Я еще не встречала И это не считая того, что почти все они близнецы Ну да ладно Давайте лучше рассмотрим их корабль поближе Итак, посмотрим, что тут у нас есть Начнем с носа корабля Тут нас встречает носовой автомат И подвижные прожекторы С помощью которых можно подать сигналы Ну и осветить цель в ходе боя, конечно же Далее по бортам расставлены две вьюшки С буксирными тросами Кстати, это не вся система для торможения Есть еще кормовые якорные клюзы Ну, это такие дырки в корпусе корабля Откуда выбрасывают якорь Вот я жгу вообще Ну и вот, наконец-то, орудие Тут целых две артиллерийских установки Из которых можно стрелять практически в любом направлении Есть тут и приборная панель управления Правда, расположена она прямо под дулом орудия И во время боя там лучше не стоять Кстати, второе орудие расположено уже на надстройке Вот и обратим внимание на нее Там расположены корабельные помещения Различного назначения Ну и, конечно же, главный командный пункт Тут находится ходовая и штурманская рубки А также пост внутриэскадренной связи На крыше надстройки и площадки грот-мачты Размещены антенные посты трех станций радиотехнической разведки А также локаторы и другие системы слежения и связи За пунктом снова два подвижных прожектора А за ними труба И тут перед нами открывается корма корабля С двумя вращающимися пусковыми установками С разными видами ракет А за ними снова артиллерийская установка И два прожектора Не забыли на корабле и про торпедное вооружение По бортам корабля крепятся две мощные противолодочные торпеды При необходимости отправляющиеся в плаву Ах да! Если что-то все же пошло не так Когда корабль идет ко дну Тут есть вот эта небольшая оранжевая лодка Но что-то мне подсказывает, что все в одну лодку они не поместятся Прапор вряд ли останется в живых Ну да ладно, не переживайте Все спаслись Надеюсь, вам понравился мой обзор Я очень старалась А прямо сейчас ставьте пальчик вверх, чтобы увидеть чудесную картину Как я расстреливаю Диму из бумка-бластера Ну и не забываем подписываться на наш канал Всем пока-пока Друзья, пожалуйста, поставьте лайк Сказала лайк мне поставь Ставь лайк Привет Поставь мне лайк Лайк мне поставь лайк Пожалуйста, лайк Мне очень нужен твой лайк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому